Плюоритики. Вот такой вот прекрасный плюорит. Я здесь нашла. Смотрите, какая красотища. Скажите, откуда этот плюорит? Из нашей России. А кто добывает? Челефанов Дмитрий. Челефанов? Дмитрий. Дмитрий. Очень приятно. Так, а что еще добыто здесь в России? Вот такой вот необычный тоже плюорит. Очень темный, такой насыщенный цвет. Амазонитовые пластинечки вот такие. Они также у нас есть в шарах. В шарах. Да. Вот здесь. А по ценам? Ну, пластинки по две тысячи. По шарах там нужно конкретно каждый шар. Так, а вот друзочки плюоритовые? Аммм, двадцать пять. Двадцать. Это она началась? Это тоже 100 плюорит. И белая тоже? Да. Ага. Такое вообще не разумеет. Такое вот пища. Так. Что-то я не туда микрофон. Так. А это? Так, я не шуя какую-нибудь. Вот это? Угу. Вот это вот будет три тысячи. Угу. Две тысячи. Две пятьсот. Угу. Это там должно быть... Ну, и то... Ну, вот так вот. Все плюс-минус, да. Да, да. Ой, а вот этот вот прям шариком груза... Двенадцать тысяч. Двенадцать. Можно я мячки возьму? Четыре пристала, да? Слушай, что это будет? Ой, тяжелый. Я пятьдесят четыре. Ну, прям шарик-шарик. Чемпионат. Такой вот замечательный плюорит. Девять шагов. Прекрасно. Так, а вот. Бежу. 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 Сколько? Наверное, вот один из самых трудных вот это. Это одна из самых таких опасных шаг. Кличкинская шага, это шахта. Очень такая, очень опасная, так скажем. Ну, там такая вот красота встречается. Это на флюорите. Друза такая кальцита. Так. Ну, при этом, к сожалению, он не очень дорого стоит. Не очень дорого. Это сколько? За такой образец я всего хочу три тысячи рублей. Это действительно, это очень, очень бюджетно. Более чем бюджетно. Так что обращайтесь, пока этот образец не убежал в чьи-то руки. В принципе, образец достойный музея. Очень интересный тоже, да, вот этот образец из шахт Анота, Иркутская область. Это кристалл доломита на дипирамидальном кварце. Вот из Иркутской области. Тоже такое труднодоступное месторождение. И очень такая опасная штольня заброшенная. Пластинка у нас прям зеркальная. Это пластиночка такого замечательного флюорита из Бурятии на Ранское месторождение. Это тысяча рублей. И она шлепка, это тоже флюорит. Это две генерации флюорита. Белый флюорит на фиолетовый, на кварцевый подложечек. Флюориты за Байкалья. Вот такие замечательные, так? Даурия. Даурия. Вот такие они замечательные на просвет. Это полихромные флюоритки, то есть многоцветные. Полихромные многоцветные. Есть изумрудно-зеленые. Ой, какая красота. Разные. Все камни разные, как и женщины. Вот такие интерьерные пластиночки для декора дома. Нигде, крови Забайкалья, в Сибири, у нас нет в стране. Какого? Такого. Полихромного флюорита. Многоцветного. Полихромный флюорит только по Байкалью. Многоцветный, более, это очень много погреться. Полихромный, значит многоцветный. Добываете, сами ездите, да? И обрабатываете самостоятельно? Вот медовый, я вам сейчас покажу, сударыня. Медовый флюорит. Болеешем повороте. Заразистский. А вот это вот, почему он полихромный? Видите, какие оттенки цвета. Много цветов. Только женщины могут сравнивать, как красотень. Вот такие, говорят, как они. Ой, какая красотень. Это не крашеный. Ну, обидеть мужика, ну святое, да? Ну, простите. Вы только посмотрите, какая оттенка. Синий, долгими зимними вечерами. И красим. Но он не продается. Вот так вот. Самое сладкое. Люблю я его. Самое сладкое и не продается. Да. А где вас найти? На предмет. На предмет покупки. Если кому-то что-то понравится, ну, я могу визитку дать. Да, да. Ну, вот этот сын, он меня отличает за все проводки. Это я. Можете взять. Посмотрите, может. Молодец. Сережка. А вашу резинку посудараю. Леценку посудараю. Продолжение следует...